здравствуйте друзья мы с вами в портов компьютер скул в конференц-рум в нашей разговариваем с андреем иммигрант видео я буквально вчера там несколько часов назад полсутки назад сказал что будет встреча и предложил задавать вопросы ну вот тут у меня страничек там буквально 56 тут набралось я тогда буду вас ваши вопросы задавать андрею а если там что-то мне в голову придет по ходу дела я тогда воспользуюсь искать правом ставить без очереди единственно что вот прежде чем вот это вот вы в киеве жили я буду я и нас на самом деле не могу сказать что так пристально слежу но иногда на теме какие-то сигналы поступают из внешнего мира значит вы жили в киеве занимались чем занимался у меня был ну скажем так я был мелким предпринимателем а что вы мелко делали не были аптеки несколько аптек а это мелко ну ну да хорошо также занимался компания была это моя также была компания у меня по внешней торговле тоже так небольшие какие-то были такие внешне экономические операции хорошо значит дальше вы вот я видел я на самом деле даже просто прослушивание несколько смотрел сколько слушал ваши видео про три года вот в америке значит три года вы отсчитываете я помню когда вы возникли вы так сначала приехали по гостевой потом уехали потом снова приехали уже оставались я так кратко это объясню не все со мной знакомы значит меня все было следующим образом я приезжал два или три раза в сша в гости я был во флориде в вашингтоне был в вермонте был нью-йорке очень не здесь нравилось но я приезжал изначально как турист была еще надежда что украине все будет нормально и есть будущее моих детей в этой стране потом случилось так что я попал в грузию я видел те что в маленькой стране произошли очень серьезные изменения очень короткий период времени это после 2008 года да вот и я понял что в украине вряд ли мы такие изменения и с каждым днем все было тяжелее вести бизнес ты вообще жить понимал что если было такое был такой момент что если ты не донецкий что у нас власть была вся из донецка то будет как бы крайне сложно пробиться вот бился несколько лет старался что-то делал понял что никому и не нужен и государство точно таким образом помогать не будет только будет стрелять палки в колеса и посоветовался с женой приняли решение все таки приехать в сша почему сша потому что и меня и супруги был английский язык здесь были какие-то знакомые друзья я свое время когда я приезжал как турист зарегистрировал здесь компанию была какая-то небольшая деятельность и думаю ну что делать будем все начинать чистого листа сша и начали мы из нью-йорка так ожидать чем занималась жена ну можно сказать ничем не занималась она занималась детьми то есть она много детей двое детей так получилось что ребенок разница между детьми три года и разница небольшая то есть как только ну да не не успела заняться чем до до рождения старшего сына она работала американской компании несколько месяцев это в принципе подождите образование у какой она переводчик и преподаватель английского и испанского языка заказать а вы по образованию я по образованию первое образование я переводчик английского и немецкого языка 2 и образование экономической ребята вы видите что то происходит значит итак вы решили эмигрировать значит дальше и 100 из тех фрагментов которые я где-то наблюдал значит вас там было двадцать пять тысяч там одолженных денег или это может быть частично одолженно то есть вы не продавали квартиру на меня даже 1 стал было бы больше денег по тем деле по тем временам надо было продать до знать же до 3 купил и до была такая ситуация что свое время эта квартира стоила в четыре раза дороже нежели она стоит сейчас и когда я уезжал цены на тот момент упали думаю ну чё продавать пускай стоит кушать не просит в сша вот недвижимость ты налог на недвижимость платишь а у нас что но коммунальные услуги которые тоже в принципе сейчас выросли довольно так неслабо но все равно это несоизмеримо с тем что здесь платят люди налог на недвижимость вот мы оставили квартиру и пока стоит ожидает ну там хоть живет кто-то ну друзья иногда по нужде там партии проводят да хорошо значит вы сюда приехали и я помню так что вы начали блог вести в случае когда я заметил что вы его ведете это было когда вы сначала приехали полгода тут пробовали по турбизе а потом уехали и приехали уже с визы или вот я вас заметил вот в этот период когда вы были по турбизе вы уже начали я чуть-чуть не так значит я начал снимать видео месяцев пять до того как я приехал по туристической визе изначально сша по туристической туристической визе у нас было я рассказывал первых видео как я детям мы оформляли туристические визы какие-то моменты мы собирали как я собирал все эти наши ну и за пожитки что ли мне там был оказал чем-то килограмм то есть металла такая кучка была немаленькая вещей то есть вопрос вот да то есть я что я тот момент искал youtube информацию как происходит переезд что необходимо какие документы то есть какие-то такие мелочи которые мне могли бы в будущем помочь в сша вот немного информации нашел на эту тему это наверно у меня подтолкнуло и потому что я начинал снимать видео и рассказывать то есть вы увидели это не пустоту такую и начали заполнять да ну что на самом деле большинство из тех кто рассказывает о жизни сша они ничего не рассказывают о переезде такой вопрос значит пока сейчас мы сейчас мы пойдем к вопросам наших ребят значит и зрителей такой вопрос выбор визы или как вот способ иммиграции чем обусловлен вот вам кто-то посоветовал моя я просто смотрю сейчас вот вы уже три года здесь я думаю по политике уже грин карту давно получил это да так то есть кто-то вас подтолкнул сюда или или чего произошло не произошла такая ситуация я об этом рассказывал видео я как раз это была моя ошибка я как раз об этой ошибке рассказывал не один раз желательно когда вы решаетесь на миграцию если вы хотите доверить свою судьбу какому-то юристу общаться не с одним юристом а с несколькими получилось так что я спросил своих друзей до переезда пожалуйста посоветуйтесь каким образом не будет проще всего здесь легализироваться ну и друзья действительно посоветовали самое лучшее которого не знали но человек занимается исключительно бизнес визы вот он посмотрел на мою ситуацию то есть мы с ним поговорили по телефону я потом когда только приехал переехал я с ним сразу пошел шок нему на консультации вам не сказал то есть так как тебя записи на здесь предприятия то есть так как тебя идут определенные обороты у тебя есть предприятия еще зарегистрировано дома то есть ты есть вполне шансы на то что ты получил визуал я спрашиваю какие есть еще варианты есть еще политическую бежище есть еще какие-то варианты вот но это же как заранее это говорит как ранее ты если тебе откажут визеал то тогда ты можешь пойти на политику можно если бы уже дальше больше года стране все равно же да ну то есть там дело в том что навязал тоже не сразу получаешь то есть ты составляешь определенный пакет документов отправляющих то есть я здесь какое-то время был по туристической визе потом я отправил на визуал не изначально ее подтвердили потом не ее а он имел ввиду что если тебя откажут визе и будет одобраться до полида значит и вот три года назад это был приезд по визе нет это был приветствую приезд по туристической визе а я приехал по туристической визе я собрал пакет необходимые документы на подачу визуал где-то через несколько месяцев я подал на визуал не сначала ее подтвердили потом не в ней отказали ну там был такой казус там было сокращение очень сильная служба гражданской миграции и как все адвокаты которые потом разбирали мои дела которых я просил ознакомиться и подсказать кто сделал ошибку либо же адвокат либо же служба гражданской миграции почему сначала дали подтверждение потом отозвали визу обратно вот и все сошлись на то мнение что видать какой-то молодняк там сидел совсем неопытный и это совсем казус то есть как раз ронг-плейс ронг дата и получилось что у меня этот процесс раз сильно растянулся ну что я подавал на апелляцию я ожидал очень долго пока апелляция рассмотрит мое дело рассмотрели мое дело дали мне подтверждение визуал и для того чтобы я официально находился на территории сша я выезжал за пределы штатов для того чтобы продлить себе разрешенный срок пребывания потому что тот момент рассматривали мою визу l но это мне не разрешало здесь находиться дольше того срока который мне дали при въезде то есть нет изначально дали 6 месяцев вот и мы поехали на новый год побыли дома недельку 10 дней не помню вернулись и по приезду буквально через месяц и через два нам дали визуал понял ну хорошо а вот жена визуал позволяет ей работа она работает работала до определенного времени пока мы не решили что ей надо учиться она продолжает сейчас учебу и где-то к весне она должна уже получить диплом подтвердить свой диплом который она получила в киеве университет шевченко и она здесь сможет уже преподавать она должна получить педагогический кредит шелсов да она она подтвердила здесь свой диплом изначально но это подтверждение и разрешает преподавать в младших классах хорошо и для того чтобы было больше возможности выбора места работы было возможно чтобы она пошла учиться не научиться все переходим на эти вопросы значит сбавил андрей свою блогерскую активность почему вот спрошу меньше свободного времени я не могу что сказать что меньше свободного времени просто скажем так с каждым днем все тяжелее и тяжелее по той причине что ну слишком ну как сказать но действительно не хватает времени не другое то просто держишь понятно теперь что думает про нью-йорк как место для начала жизни иммигранта вы поначалу не были в нью-йорке вы где-то это или в центре страны нет мы изначально были в нью-йорке даже не в нью-йорке мы и дальше продолжаем жить в той же в том же месте в том же городе куда мы переехали это город байон нью-джерси это ну скажем так это окрестности нью-йорка мне если без пробок выходной день не до манхэттена ну минут до 20 машин всего да и вы все время были в этом одном месте а что не было мучающего где-то в цене не руке я никогда и нью-йорк как место для начала жизни иммигрант оптимальный вариант я считаю что нью-йорке если у вас нету друзей знакомых синины штата которые могут подсказать что-то помочь поначалу что есть очень важно лежать в такие большие города как нью-йорк почему-то очень большое количество мигрантов ну как-то вам они эти процессы пройдут менее болезненно а вот говорят страшные места говорят там брайтон говорят там русские которые друг друга не обманывают русские набрать они на самом деле их там немного русских там наверно одни евреи русские правда евреи вот которые приехали еще по в предыдущую волну миграции где-то начала восьмидесятых вот и которая там остались пожилые больше да почему брать он такой страшный он не дело в том что там живут пенсионеры и такое впечатление что люди там законсервированы то есть ты приезжаешь туда как в совок а зачем людям прогрессировать все хорошо за них платит государство им странное жилье дает им покушать дает им какие-то деньги медицина они бесплатные так дальше они там вполне комфортно себя чувствовать тем более что такое братья на это тоже одесса вот вышел погулял по пляжу молодежь оттуда разъехалась те кто же здесь вырос они они уже там не живут но пожилым людям там удобно комфортно пляж рядом солнышко значит смотрите там живет как мне кажется две категории людей первое это пенсионеры которым платит все все оплачивают государство сша вторая вторая как бы часть жителей брайтона это люди которые только-только приехали почему они там поселились потому что во-первых дешевле по-русски и снять жилье у наших намного проще нежели снимать жилье американцы с американец будет требовать кредитную историю будет делать и там врачи все и страховые агенты и это привычно врач которому там терапевт которым я постоянно обращаюсь и смейские то вопросы он на том же братья но он уже получил образование в сша то есть его отец еще тоже был врачом он получил еще в союзе до переехали у них совместный бизнес очень очень прилично и там бывают специалисты идеальный возраст для иммиграции как чем раньше тем лучше нету идеального чем раньше но они все-таки наш канал то уже смотрят ну то есть уже уже они так скажем так если бы я уверен чем раньше бы сюда приехал тем больше бы я уже добился вы знаете что с одной стороны я я как бы согласен с другой стороны я вижу много детей которые здесь родились или которые очень рано сюда приехали в юном внешнем возрасте среди них довольно большое количество оболтусов или совершенно потерянных которые ничего не хотят присыщенные это тоже проблема то есть мы к мы которые приехали в сознательном возрасте мы гораздо более голодные энергичные и так ищи ищем вот эту opportunity мне кажется это больше от человека от характера зависит но в целом среди моих знакомых наверное больше всего добились те которые приехали по программе working travel то есть они хоть какое-то там несколько курсов института проучились дома и попали сюда молоденькие до увидели все эти возможности здесь остались и по чуть-чуть сами себе пробивали тут такой вопрос мне кажется происходящее из непонимания ситуации пусть подробнее расскажет про свою визу как ее получить по закону и как найти компанию который отсылает своих людей филиалы на западе но у андрея другая другая версия я леонида абсолютно верно михаил значит это эту визу могут получить как же работники международных больших компаний которые действительно отправляют своих специалистов переводят внутри компании меня ситуация другая у меня есть компания украине у меня есть компания здесь и я являюсь учредителем этих двух компаний таким образом я связующее звено между этими двумя компаниям таким образом я получил эту визу то есть вы можете сами как будучи предпринимателем получить без того чтобы вас более высокостоящие наниматели вас переводим создано но так как я рассказал что я вижу получал крайне сложно она не настолько простая насколько иногда адвокаты обещают я бы несколько раз подумал устраивает ли вас устроит ли вас эта виза потому что может быть очень много разных подводных камней ну скажу так по требованиям по вашему родному предприятию как минимум вас должно это предприятие вы не должны быть частным предпринимателем вы должны иметь общество с ограниченной ответственностью оборот этой компании не менее чем 200 тысяч долларов за последний год и у вас штате сотрудников должно быть не менее 7 10 человек сама суть этой визы конкретно в этом случае в том что ваше предприятие зарабатывает достаточно денег чтобы вы могли открыть филиал не то что в другом городе в другой стране то есть это нужно понимать и однозначно кто планирует через такую визу легализацию однозначно вам могу сказать что без юриста вы не справитесь то есть обязательно вам нужно найти человека который имеет опыт конкретно по этой визе и только к нему обращаться я знаете что хочу сказать из наблюдений очень часто люди смотрят на какую-то визу на какое-то правило на какое что там и у них возникает мысль как бы этим злоупотребить или так скажем в мягкой форме закосить под эту программу не не будучи на самом деле в ней то есть например можно приехать по бизнесу ага а могу зарегистрировать какой-то фиктивный бизнес тут фиктивный бизнес там и поэтому привезли ну допустим ты начинает думать на эту тему поэтому получается такая история для того чтобы приехать по визе или потом получить green card там и так далее вы должны продемонстрировать что у вас есть какой-то бизнес особенно там где уже грин карты доходят да там какие-то требования тоже есть я не знаю мало того вам потом со временем после того как вы изначально ваше дело будет рассматривать когда будете получать визу а потом вам будут визу единожды продлевать и только после этого момента вы сможете подаваться на гринка сразу нельзя сразу сразу нельзя там есть схема если вы покупаете уже действующее предприятие ну как-то есть несколько вариантов разные но самый классический случай это вы получаете регистрируете новое предприятие а через через год после того как вы получили визу вы еще еще раз вам ее продлили продлевают и вы должны показать что вы следуете тому бизнес-плану которого который вы составили что ваш бизнес приносит доходы вы платите налоги у вас официально здесь зарегистрирован как минимум один американец то есть там очень много составляющих которые искусственно сделать будет крайне сложно я знаю случаи когда люди пытались это сделать искусственно ничем хорошим это сложно и очень дорого это как фиктивный брак тоже значит вроде заключить можно а детей нет значит тут вот тоже интересно я считаю что вот вы когда говорите рабочая виза рабочая виза в отношении визы вы как бы входите в такую зону где люди привыкли что рабочие визы называют визу H1B и вот этот вопрос который следующий он мне кажется вот из этого исходит хочется узнать всю правду о том как Андрей получил рабочую визу говорят что ему помогли друзья у которых есть своя компания в штатах и получается что для тех у кого нет друзей путь Андрея не подходит ну вот это как бы я из того что мы уже сегодня услышали мы понимаем что это как бы какой-то испуг который не имеет отношения к реальности но на самом деле я думаю что видео у меня на канале ну по сравнению с вашим каналом мне намного меньше видео легче найти но все равно я бывала особенно в месячных отчетах которые делал помесячно я старался навести такие дневники какие-то отчеты чтобы люди понимали на комиссии сложности их могут ожидать я частично рассказывал о каких-то своих там сложностях в том числе я неоднократно в этих месячных отчетах рассказывал о легализации то есть наверное все таки если вас очень серьезно интересует тема миграции инвестируйте свое время в информацию и смотрите не только мой канал смотрите каналы других людей которые рассказывают о миграции и вы тогда вас меньше будет пробелов вообще это очень очень как бы я хочу присоединиться к мысли о том чтобы инвестировать время в получение информации потому что чудовищное количество вопросов исходит от людей которые не потратили времени чтобы вообще быть готовым задать вопрос у них вопрос такой типа вот это джава или пайтон вот на этом уровне поэтому если вы серьезно к этому относитесь вы должны подразобраться подразобраться занимает время но иногда еще и денег тоже занимает но если нет денег больше времени занимает в общем разбирать информации столько что сказать что чего-то скрыто или не хватает нельзя ее просто вот ну надо просто заниматься делом андрей уже три года в сша на рабочей визе как я понимаю как скоро он получит green card если надежда что все-таки дадут значит как скоро есть еще какое-то представление о как скоро да есть в очередь официальном службе гражданской миграции можно посмотреть дела каких месяцев не рассматривает это не только касается гранического убежища это касается любых виз в моем случае я не так давно получил подтверждение продление моей рабочей визы то есть это говорит о том что проверили меня плачу ли я налоги отвечаю ли я определенным требованиям не визу продлили следующий этап это подача документов на изменение статуса с не миграционного на миграционный джаз на эту статус да 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 конечно и есть очередь и примерно где-то вот через месяц полтора должен быть ответ там будет ответ положительный либо же будет либо же что они попросят какие-то дополнительные тоже прям по грин карте да так вообще ничего не злой примерно там по по времени как вот я смотрел по очереди то есть где-то до нового года должна быть уже грин карта ну так господи совсем рядом да надеюсь что так и будет как дела с процессом получения тоже самое грин карты большое спасибо андрею от меня алексея пронина и всей моей семьи за помощь с адвокатами ждем видео получение грин карты все вопросы к андрею выкликает а там значит кто кто это знаете нет ну тем не менее вы очень быстро подготовились переехали адаптировались преуспели в сша в области ремонта и строительства всего за три года расскажите об ошибках проблемах чтобы сделали иначе ну я я думаю что знаете чего давно как удалось сделать организовать работающую компанию в строительстве ремонте давайте мы не об ошибках а давайте вот мы про строительство общего чего такое делаете я помню очень забавный был момент когда вы с балашовым беседовали и он говорит вот как каким бизнесом занимаетесь а вы ведь я вот там американские брендовые очки в китай продаю сказали вот таки было но ваша конкуренция и этот бизнес он дальше остается это бизнес благодаря которому я получил visual он дальше работает но он очень большая конкуренция и я я не вижу перспективе его развития хорошо родители простройку со стройка все ну на самом деле все просто кто имел какой-то опыт дома то есть вы не имеете лицензии строительную конечно имею на что какая строительная контракта как я думал что от какие-то там четыре года опыта иметь или что-то значит на самом деле там все зависит от того каким-то видом деятельности занимаешься то есть ты можешь взять на работу того же пламера ты можешь взять электрика с лицензии то есть это как бы это ничего там у вас есть лицензии генеральный контракт конечно ну хорошо хорошо так и какие работы вы выполняете какие угодно какие абсолютно какие угодно то есть мы изначально делали ремонт и сейчас мы доросли до того момента что мы полностью дома старые дома реконструируем каким образом вас строительство занесло вы знаете у меня приехал приехала несколько родственников сюда приехали которые имели опыт работы в строительстве и мы украинском да и меня и если там ребята видели мои видео помните я рассказывал о том что я сразу по переезду я пошел учиться в школу на real estate то есть для того чтобы продавать недвижимость продавать получил 8 я не получила получил сертификат что на тот момент еще не было разрешения работу и как бы ну то есть я не видел себя дальше в этом хотя ну сертификат есть он и у него есть какой-то срок действия то есть возможно он уже просрочен то есть его обновить это вообще не проблема то есть мне нужно пойти всего лишь сдать если он еще не просрочен тест который я уже предварительно сдавал в школе и там проблем с этим не было у меня просто если вы начнете уже брать не не ремонт а целые там дом на перестройку вы можете купить снести перенести что с ним делать и сами купили сами продали если газом деле да я на риэлторе я согласен на дело в том что вот я этого не понимал пока не приехал штат что каждый почему здесь платят юристам почему здесь платят риэлторам почему это дело не делать самому ну что человек конкретно есть какие-то связи у меня есть какое-то образование у меня есть какой-то опыт и допустим те риэлторы с которыми работаю те архитекторы с которыми я работаю но я без него просто не обошелся потому что хорошее предложение я не могу как человек с улицы я какие-то получить хорошее предложение до меня уже очередь выстроиться таких же хитрых иммигрантов как я которые захотят как ну каким-то образом поучаствуем то проекте да а если тебя есть риэлтор с которым те нормальные отношения которые в этом бизнесе который держит постоянно руку на пульсе он тебе всегда сможет какое-то хорошенькое предложение предложить и он будет доволен и в будущем ты к нему будешь обращаться то есть ну безусловно я просто говорю со временем вы вы сами выйдете в такую ситуацию когда уже кто-то будет стоять там и ждать когда будет готов проект возможно на перспективу да но на данный момент назначено это нет безусловно надо работать с профессионалами и учиться у них свои как люди работают риэлторы грамотные чудеса творят то есть я видел таких что никто поверить не мог что они вот так сделали раз и все если ты специалист на своем месте если ты знаешь какие-то лазейки а так смотришь на него вроде такой большие мастера есть хорошо такая то есть приехали люди они вас карта подвинули в эту сторону мы посовещались и решили что надо начинать это очень большой бизнес смысле по масштабам своим всегда есть работа когда например бум и идет строительство нового жилья значит строят новое жилье а когда например спад и не строят новое значит ремонтируют много старого старой страна отремонтировать тем более старые города такие как нью-йорк там всегда есть что ремонтировать нью-йорк это город не такой же наверно как сан-франциско может быть скачет недвижимость подороже в нью-йорке но нью-йорк наверное сан-франциско по стоимости сейчас как сравнился с вот я вот меня сравнение вот такое личное мнение о сан-франциско что это просто один из районов нью-йорка там недвижимость очень дорогая соответственно и вопросик вам мне тоже нам двое цены на недвижимость выросли в сша за короткий период на 30 процентов местами так и удвоились загородки за тот же самый период это опять пузырь который скоро лопнет сложно сказать со раз говоришь туда со раз говорит прогнозирует что ожидают экономику сша ближайшее время какие-то неприятностей человек опытный для неприятностей там много чего есть но тут есть тонкость в том что я бы так сказал что недвижимость она так циклично но все-таки кривуля она так все все больше растет так каковы да поэтому тут только вот еще в чем был спад недавно кризис был недвижимость упала в цене поэтому то что она сейчас вот за три года буквально рванула как я не знаю что это в значительной степени идет компенсация за то время которое она стояла и падала вот когда мы сегодня говорили что из 10 лет там когда недвижимость удваивается исторически не значит она дальше удвоится но вот так пройдет удваивается там есть может быть три года когда она удваивается там два года канала падает и остальные пять лет стоит и ничего с ней не происходит вот эти три года вот эти вот они попали сюда поэтому вопрос там вырастет ли она еще на 30 процентов или там на 40 на 50 это сложно сказать это очень сложно и это очень сомнительно я всегда советую людям которые интересуются недвижимостью сша сайт zillap.com на этом сайте очень много разной есть аналитики в том числе если у вас какая-то конкретно недвижимость заинтересовала в каком-то месте вы можете на нее нажать и внизу есть полное описание какие рейтинги школ стоимость налогов если вы приобретете эту недвижимость все предыдущие продажи все предыдущие продажи а также рост этих вот цен по этой местности и можете не только выбирать за последний год за последних три года выберите за 10 за 20 лет и вы видите эту вот кривую и она вам возможно поможет сориентироваться в реальной стоимости недвижимости и возможно что-то спрогнозировать значит дальше также хочу вам сказать что касается недвижимости к примеру нью-йорк вот этот кризис который был обвал полностью по всей америке стоимости недвижимости он ни в коей мере не зацепил нью-йорк нью-йорк он просто остановился вот если посмотреть по стоимости недвижимости в это время в аварии когда везде по штатам упали цены нью-йорк стоял везде упали они стоят даже дорогие как раз самый именно дорогая недвижимость она вообще не не потеряла никак у нас обычно когда падает что-то недорогая недвижимость падает нам на больший процент там это много дурных денег вот программист там стак общинс получили там чего-то платить а когда чуть случилось платить нечем работу потерял и она просто уходит уже за что-нибудь нью-йорке совсем другой рынок нью-йорк это оборота миграции и все свежие деньги как правило приезжают изначально нью-йорк из-за этого там недвижимость всегда подпитана от свежими деньгами хорошо я еще вот что хочу сказать я как-то рассказывал что вот каждые десять лет ночь там недвижимость удваивается причем это просматривается туда назад там 50 и вот четко вот четко и мне там кто-то говорит вот там михаил он так это оптимистично и он вот там двери чего и дальше так будет что там уже все я я не знаю как будет дальше никто из нас не знает но я вспоминаю девяносто шестой год в девяносто шестом году ровно 20 лет назад было 1 мая девяносто шестого года мы въехали в новое помещение для нас новое место из гаража моего переехали значит в офис нормальный там где бы раньше были вот не тут и сейчас и там был дяденька один который владел половиной такого билдинга коммерческого там где-то два десятка значит юнитов от половина были его и мы у него сняли значит там офис он когда-то был риэлтор на же ставить его было лет на этом 70 он был на пенсии но у него было много всякого барахла он сам вот так развлекался тем что под сдавал и я ему говорю послушай да это был 96 год и как раз пошел real estate вверх после после кризиса я могу послушаю будут она дорожает я была куда же еще дорожать когда уже уже просто челюстью от ломать ты знаешь майкл говорит он вот я последние 30 лет занимался недвижимостью и все эти 30 лет этот вопрос люди задавали этот же самый вопрос куда же еще то ему ё-моё расти и вот на тебя пожалуйста поэтому мы не знаем ребят никто не знает каждый кто вам скажет я знаю значит увидел пьяного отойди но что касается здесь стоимости недвижимости как мне кажется но она чуть-чуть преувеличена это и этому есть причина такая причина о том что здесь люди очень много зарабатывают этой местности соответственно во что они инвестируют они инвестируют недвижимость вот из этого мне кажется что пока этот бизнес в котором вы работаете которому вы готовите специалистов пока он будет развиваться прогрессировать и до этого времени здесь в этой местности так как это как бы ну центр таких вот атишников то есть до этого времени здесь будет расти пока растет эти индустрии таким как мы есть там какое-то местечко такое там метр на метр в воде рыбку давай да вот на манхеттоне скажем приличном месте вам бы другую партнер сколько стоит ну меньше чем если приличном месте понимаете приличное место тоже разное понимание но меньше чем 400 тысяч ну я не встречал и я там всего и это будет ну поверьте за 400 тысяч там будет такой тихий ужас что вы не захотите в этом жить и вы обязательно сделать этом ремонт как минимум еще с тысяч на стол это не будет центр манхэттена это будет манхэттен но какой-то такое что вам нет а вот в центре центре ну я думаю что меньше миллиона и не подходи ну и сейчас очень популярно вот мы недавно с ребята общались которых тоже строительные из компаний в нью-йорке которые тоже делают ремонт и также строят то есть сейчас такой последнее время такой бум что покупает несколько квартир рядом маленьких разбивают их полностью и делают большую квартиру из нескольких маленьких делать большую почему потому что есть спрос на большую ремешность нью-йорке манхэттен он не резиновый это остров и поэтому он растет только вверх он не может разрастаться по сторонам соответственно из-за этого старый фонд таким вот образом они его я почему говорю что теперь и переоцененность как бы бум пузырь то здешнего рел эстейта вы гляньте на манхэттен у нас вам бедро столько не стоит пока еще давно не суть но сан-франциско я думаю что вполне реально я был в квартире у друзей в сан-франциско она стоит тебя в нашем понимании это 3 3 3 3 комнаты один только сан-франциско она стоит миллион 200 ну вот у нас есть знакомая она сейчас продает дом в доме три квартиры значит две трехкомнатных и 1 и 1 студия 2 миллиона дом поэтому все зависит от местности очень приличными примеру нью-йорку цена такой квартиры примерно в том же районе у которых там у которыми было сан-франциско но строила бы может на 800000 но но 900000 миллион сам процесс к тоже очень ограничен это строить можно что вода со всех сторон и тут да в общем посмотрим теперь это еще инфляции нет эти последние там лет 567 так вот как долго вы планировали переезд сша вот процесс планирования сколько полгода так спрашивают где вы купили дом в каком штате какая инфраструктура все такое то есть он же кардио котором я жил город боем окей теперь подробности не раскрываете да может какие-то подробности про но бедромов сколько можете сказать чем бедром вообще площадь где-то до 2000 квадратных видов а чушь так мало бы дорого 4 такого планировка и то есть там большой конспейс какой-то вы собирали когда-то команду я здесь тут проскочил вы никогда не показываете семью свою и не покажу максимум супруга когда она получит подтверждение своего диплома закончен здесь образование заходит вам рассказать должна быть интрига друзья должна быть нет ни в этом дело дело в том что как и адекватных так и не совсем доброжелательных людей много смотрят и вас меня есть и я там если какие-то гадости пишут обо мне я еще могу смолчать а пишут как на всех пишут не любят если чуть-чуть удачнее голову чуть-чуть выше высунул нежели ты и как бы есть желающие сразу культа гадость написать не в этом суть из-за твоя не хочу показывать детей да вообще то есть это табу хорошо значит вы как-то собирали команду в своем видео в помощь вновь прибывшим в нью-йорк такие сейчас расскажу более того и куда он посоветует обратиться значит все точно так же как и было в том видео видео называется адаптация в сша значит я собрал адекватных очень ребят которых которые еще не испорчены жизнью в нью-йорке всяком случае которые очень ответственны которых нету желания кого-то обмануть и так далее то есть я очень часто ко мне поступают предложения встретили заводички а все этими пожалуйста в аэропорту найдите мне жилье еще что-то я этим заниматься лично не могу в силу того что вообще времени не хватает семьей время проводить не то что тратить на людей с которыми я не знаком лично я собрал ребят которым я действительно могу которых я могу посоветовать как очень ответственных людей я их спросил на каких условиях вам будет интересно встречать людей проводить экскурсии советовать где-то помогать искать жилье помогать устраивать детей в школы в садике ну то есть какие-то такие вещи которые если у людей нету друзей которые вам им смогут в этом помочь то есть помощь будет в самый раз и я спросил какая стоимость оплаты вас устроит чтобы и вновь привыкшим не было слишком дорого и она бы устроила вас ну ребята посоветовались мы приняли решение что это будет 100 долларов 100 долларов за там 8 часов за рабочий день как мне кажется это вполне адекватная стоимость оплаты по американским понятиям более чем скромно по понятиям людей которые приезжают откуда-нибудь они могут хочу их ограбили и последние с них забрали и совести у вас нет так вот из этого я все рассказал как есть я показал видео всех ребят ребята дальше те же и плюс еще там добавилось несколько они продолжают это делать исходное время когда они не работают когда у них выходной день они этим занимаются то есть они помогают но прибывшим то есть такое да и дело в том что я считаю что если бы они делали это бесплатно если бы я договорился с кем-то чтобы кто-то это дело бесплатно они каким-то путем все равно бы начинали зарабатывать потому что но невозможно свое свободное время просто кому-то просто так дарить если у тебя нету никакого в этом другие другой аспект если были начали делать бесплатно вас бы сильно полили грязью не так как сейчас потому что понятно что вы где-то их имеете уже не по-детски если вы можете позволить делать это бесплатно значит где-то очень сильно значит из этого это же нажиться я открыл все карты я рассказал как она все есть и ну вы знаете еще негатива за это все время не было я лично в этом не участвую я лично в этом никаким образом не участвую но мне там звонят город но за этот месяц было какое-то количество семей там и там где поселили те кто-то в нью-йорке вы не решили в нью-йорке там может и кого там есть кто-то с опытом работы на стройке может его возьмешь на него посмотришь то есть как-то но мы общаемся и стараемся таким образом до наташа это она я сейчас расскажу наташ вопрос просто спать на так наташа ассистент андрея в кавычках ей можно доверить да и можно доверять не нужно доверять значит я эту девушку знаю очень много лет еще до того как я приехал в страны штат америки вот она риэлтор и она мне помогает на нас не договор то есть она поселяет людей то есть она их получает будущих возможных клиентов то есть те кому кто хотят снять жилье в нью-йорке не так просто снять жилье если вас нету кредитной истории нету кредитной истории нету разрешения на работу нету вообще ничего номера социального страхования вообще ничего ну кто тебе сдаст закон таков если ты перестаешь платить деньги за аренду то есть человек тебе не может вышвырнуть из квартиры он должен нанимать ну процессе да есть определенный процесс это занимает допустим я знаю человек который постоянно сдает а мне там шесть или восемь квартир игрит меня максимально как-то раз заняло выселять человека один год это если детьми особенно да то есть определенные сложности и соответственно люди не спешат сдавать жилье людям которые не имеют кредитной истории нужно понимать что такое кредитной историю тяжело очень заработать но очень легко ее потерять из-за этого те кто сдают жилье они хотят понимать если у них какой-то определенный риск что они потом не смогут легко выселить этого человека и чтобы они заинтересованы чтобы ему время платили почему потому что как я говорил и ранее здесь за недвижимость нужно платить налоги неважно сдаешь ты ее не сдаешь ты конца и морги же только в конце года ты должен оплатить налог ну то есть какие-то определенные нюансы так вот что касается наташи наташа ну я ее представляю как моим ассистентом она мне помогает во всем вопросам на которые мне просто не хватает времени руки так дальше она записывает людей на бесплатной консультации к адвокатам она еще каким-то образом помогает то есть она вот в адаптации участвует тоже там и взамен она получает клиенту и она говорит об этом клиенту на реальную на сдает жилье она вилтор да то есть она то есть на каких-то условиях я а я вот ей тоже платить тот чью жилье сдают я не знаю кто и просто как и платят но она остается довольно и мне радует что люди не жалуются и я действительно этому человеку могу доверять на что я его знаю не первый год хорошо тут вот какие-то людей идеи вот может быть коротенько чтобы открыть бизнес в америке какая минимальная сумма должна быть в принципе чтобы открыть бизнес вообще ни копейки не надо имеется в виду может зарегистрировать компанию 30 долларов стоит значит что в нью-йорке это если не ошибаюсь затворение 300 официальных платеж 300 у нас на тридцатку получаем значит говорят обязательно должен в компании работать гражданин америке видимо это имеется для оформления какой-то виза даже знаешь то есть это скорее всего это вырванный вырвано из какого-то контекста то есть скорее всего что гражданина я думаю грин карты достаточно грин карты достаточно какие трудности могут возникнуть любые скажу единственное что исходя я думаю михаила больше опыта в этом деле бежим нежели у меня но если так вкратце это здесь единственные единственной проблемой в бизнесе это конкуренция все остальное очень прозрачно просто и нет ну и кадры как я бы сказал так что конкуренция это проблема начинающего человека в бизнесе как только он немножко там состоялся но как раз вопрос в начале бизнеса правильно ну если ты никогда в этом бизнесе не работал вот говорят допустим ты хочешь там я не знаю прачечную устройся к кому-то поработай в этой прачечной пойми как работает где деньги даже если ты в этом бизнесе работал дома здесь есть свои особенности ты просто так их не поймешь для этого нужно проработать в этой сфере а еще и наручники один там начнешь кому-нибудь раздавать взятки там полицейскому так вот я к чему говорю что надо понимать что ты делаешь здесь конечно конкуренция достаточно плотно то мысли что тот профит парге небольшой и получается что если ты начал бизнес и несколько неудачных шагов сделал тебя уже нет бизнесе особенно новички Soviet такая проблема еще что них денег достаточно нет они невым финансиров behöch многие бизнесы большинство бизнесов которые первый год вылетают из бизнес это бизнесы не до финансированы он бы чтобы вискан первый долларов дошвела бы дальше пошел но него просто я первый год не было до yok и вот пошло и поехало ходят слухи, что у Андрея в США проживают ближайшие родственники, ну, кроме жены и детей, видимо, или это все только слухи? У меня здесь живут родственники, в том числе я в Сан-Франциско встречался со своей двоюродной сестрой, которую я не видел очень много лет. Я, как сказал до этого, я не хочу ничего рассказывать о своей семье, в силу того, что это не секрет, я не хочу показывать какие-то свои слабые места, в том плане, чтобы меньше всяких гадостей писать. Да. Хочется услышать о первых впечатлениях Андрея от Калифорнии, что понравилось, а что нет. Планирует ли Андрей переезжать из Нью-Йорка? Я думаю, что нет, он же там бизнес строит, куда же он поедет. Ну, на самом деле в Соединенных Штатах не так сложно приехать с одного места в другое, вообще никакие сложности. Инфраструктура практически такая же, есть определенные особенности в налоговой системе Штатов, но это как бы мелочи, это несложно все понять. В бизнесе человеку сложно, он у него клиентура, он обрастает, он как-то, ну, куда же там... Я согласен, но если у тебя есть хорошая компания, команда людей, в том же даже строительстве с теми же ремонтами, это не проблема всех собрать и приехать. Все вместе. Вообще безумие. Так что вы, о Калифорнии это скажете? Калифорния, честно говоря, я ее как-то, я ее думал, я ее представлял как-то по-другому. Я извиняюсь, вы прилетели куда? Прилетел в Сакраменто и прилетел в Сан-Диего. Значит, вы из Сакраменто сюда 2 часа до Сан-Франциско, потом вы там погуляли с Таней и Погдановой по Винной долине, теперь вы сейчас... И вы сейчас на пути в Сан-Диего? Да. По дороге куда зайдете? Мы заедем в Лос-Анджелес, мы проедем... Подождите, подождите, в Лос-Анджелес. А до Лос-Анджелеса? Мы, ну, мы, скажем так, мы не привязаны к каким-то местам, то есть... То есть у вас не было планов там типа 17-month drive, Carmel... Обязательно. Это уже по ходу у нас появилось, то есть нам подсказали место, что вам нужно... Это нужно, да? Вам нужно обязательно попасть в это место, в это место и так далее. Это маст, это маст. Там еще по дороге, это датская деревня, я лично там ничего такого не нахожу, там замок Херста, но некоторые ездят, да. Это как бы местные примечательности. Мой вам совет, вы когда будете ехать в Лос-Анджелес, даже не в Лос-Анджелес, а вот от Лос-Анджелес до Сан-Диего, езжайте вдоль океана, там вот есть, наверное, это первая дорога, я так понимаю, вы могли бы отсюда даже по ней ехать, но вот по первой дороге езжайте, то есть такого вообще в природе нет. Это просто что-то нереально. Ну, Сантин-Моас, это где-то здесь ближе? Мы же совсем рядом, это полтора часа. Ну, завтра утром мы планируем там. Отлично, отлично, вам понравится. Так, я не помню, вы планируете переезжать из Нью-Йорка или вы просто так гуляете? Нет, мы, скажем так, эта поездка, у нее две цели. Первая, познакомительная для меня, супруга, для того, чтобы увидеть, как вообще выглядит Калифорния, потому что мы о ней очень много слышали. Также у нас здесь и друзья, и родственники живут. То есть мы и зрители, и зрители, само собой. То есть мы решили совместить вероятное с полезным. Что касается полезное, я для себя хочу провести какую-то определенную разведку, потому что я понимал, что здесь, я слышал о том, что здесь недвижимость очень дорогая. И я для себя хотел это все увидеть лично, убедиться в том, что здесь происходит, и как-то рассмотреть для себя какие-то возможные перспективы будущего переезда. Но чисто как инфопка, как инфопка. Вы можете на какой-нибудь опенхаусе, или как раз в субботу, можете сходить. И сегодня, и завтра. Я примерно предполагаю, что здесь, я понимаю, что здесь внутри творится каждого дома, потому что есть определенный опыт. Меня больше удивило то, что если какая-то здесь недвижимость продается, сколько здесь предложений покупки, то есть сколько желающих приобрести эту недвижимость. Они же что делают, гады? Они цену занизят тысяч на 200-300, чтобы сгенерить побольше. А есть люди, которые уже 10 раз дали офферы, и не проходят. И они начинают поднимать. И поэтому там видишь, там выскочит что-нибудь такое. Я вот ребятам недавно показывал два опенхауса, потому что они все говорят, как дорого, дорого. Я думаю, пойдем в самое дешевое место. Бандитский район. Ну, был бандитский, сейчас там черных вытеснили мексиканцы. Хотя тоже бандитские, да, постреливали, наверное, бывает. Два года назад я тоже им показывал. Но тогда, может, аудитория была другая, сменилась, выросла. Я не знаю. Я показывал. Там самые дешевые дома с решетками на окнах. Они были за 450 тысяч. Когда мы только приехали сюда, были за 60. Вот в начале 90-х можно было купить дом за 60. Значит, в 2013-м он уже был там 450. Сейчас меньше 700 ничего нет. Я думаю, все здесь связано с тем, как эти деньги можно заработать. Мне кажется. Слушай, слушай, фейсбук через дорогу, он там гугл. Значит, просто место, то есть лучше места в долине вообще нет. Просто нет. Но вот так исторически, там вот драгдилеры, эти банды, там стреляют именно банды друг к другу из-за наркотиков. Да, и тут же раз выход на хайвей. Очень удобно. Приехал, наркотики сбросил, уехал. Прям вот фейсбук. Я думаю, что цена здесь на недвижимость, она прямо пропорциональна с тем, что здесь люди могут заработать. Вот и все. Ну, конечно, зарабатывают. Когда фейсбук вышел в паблик, в один день 2000 миллионеров появилось. Нормально. Существует ли в Америке профессия слесарь-кип? И автоматики. Контрольно-измерительных приборов и автоматики. Чиповец в нашем обиходе по-простому. Это тот человек, кто обслуживает разные приборы, датчики, приборы учета, контроля и автоматику. Или всем этим в Америке электрик занимается. Вот ты ее мое. Ну, реально, вопрос действительно сложный. И, знаете, в каждом штате есть какая-то определенная особенность. Электрик, допустим, в штате Нью-Йорк может делать какие-то определенные виды работ. Но в том же штате Нью-Джерси, если у нее есть лицензия электрика, он уже их делать не может. Так что, мне кажется, этот вопрос, он ответить на него полностью и целиком, наверное, невозможно, потому что в каждом штате есть какая-то свои какие-то определенные особенности. Я думаю, вот что, значит, если мы говорим не про строительство, а если мы, или там, жилые дома, или коммерческие дома, а если мы говорим про оборудование, мы говорим заводы, автоматические линии, там и так далее, там есть контроль, там приборы есть, которые измеряют, я не знаю, все, что положено им измерять, то датчики всякие стоят там и так далее. Я не думаю, что электрик этим занимается. Или если он, допустим, по образованию электрик, то он должен пойти в какую-то серьезную специализацию, потому что если это сенсоры, то это сенсоры, а это не такая же электрика, как, допустим, у вас там провода ходят по дому, это другая электрика совсем. Безусловно, есть промышленные предприятия, безусловно, там есть кипы автоматика, кто-то их обслуживает, ну, то есть даже вопросов нет. Я просто не понимаю. Оно как-то, может быть, называется по-своему, это надо знать точно. Может быть, этого человека называют электрик. Я даже не знаю. Но работа такая, безусловно, есть. Вот я так это понимаю. Хотя я не работаю на заводе и никогда не хожу по заводам. Тут и заводов-то особо нет. Пойти некуда. Вот Тесла только есть. Здравствуйте, как у Андрея обстоят дела с продажей? Слушай, про вас все знают. Вы икон привезли на 500 килограмм? Ну, это слишком. Как, вот пишут. Я не знаю, что они пишут. Обстоят дела с продажей икон и картин. Помнится, он 500 килограмм перевозил. 500 килограмм? Смешно. 500 килограмм я перевозил личных вещей. Среди этих вещей действительно были иконы личные, мои, семейные. Не на продажу. В этом видео выходит название, значит, там, разоблачение. Значит, 500 килограммов икон из... Что там в Киеве есть такой поприличней? Там где иконы бывают. Ну, наверное... Из Киева-Печерской лавры. Из Лавры, наверное. Да, из Лавры. Да. С подписью, не знаю, князь Владимировна. Так. Ясного солнышка. Вот, я думаю, для последнего вопроса, тут очень неплохой вопрос, так он появился, значит, хотя, видимо, он был первым исторически, хронологически. Если бы Андрей, было бы интересно, если бы Андрей поделился собственным мнением о минусах жизни в США, действительно, я вот думаю, народ смотрит, и что-то все плюсы-плюсы, думаю, тут должны быть минусы, иначе какое-то впечатление, ну, неполное, создается. Так же не бывает, чтобы только плюсы? Ну, мы-то понимаем, что бывает. Ну, вот люди спрашивают, а минус-то есть? Ну, я, наверное, о минусах рассказывал, если посмотреть по хронологии месячные отчеты, которые я делал, там точно будут какие-то минусы, потому что я что-то... Что было актуально на тот момент, я об этом и рассказывал. Так, чтобы вот сейчас сказать какие-то существенные минусы, ну, я не знаю, но, наверное, то, что здесь вся страна говорит на английском языке, это не родной язык для нашей публики, которая нас смотрит. Это, наверное, самый большой минус. Ну, если я буду смотреть, то... Не, ну, тут можно сказать, какой был бы минус для того, кто только приехал, это один вопрос, или там какой минус, вот, допустим, я тут четверть века живу, что для меня минус? Для человека, который приехал, минус то, что он не понимает системы. Он попадает в какую-то систему, и она ему, ну, не знает, как себя вести правильно. Вот это реально интересуется. Они должны тратить время, чтобы что-то понять. Они не должны говорить, вот этот сказал, я ему доверяю. Ну, доверяю и доверяю, молодец. Но есть еще люди, они видят как бы с разных сторон вот эта хохмачка со слоном и семью слепыми. Знаете, да, как поводырь шел, вел группу из семи слепых, и говорит, что вот мы... Это слон. И все побежали щупать слона. Потом они снова встали в линейку и пошли. И один говорит, надо же, говорит, слон-то оказывается, это как колонна такая, другой говорит, какая колонна? Это такая, говорит, штук с кисточкой на конце. Другой говорит, да нет, это такая труба, как это нагнется. Понимаешь? То есть, кто чего щупал, вот тот для него слон. Поэтому вы хотите видеть слона, вы разговариваете с семью слепыми, с десятью слепыми, с двадцатью слепыми. Вот. И... Хотя, конечно, кроме слепых, есть еще те, это отдельно. Я думаю, что, что касается минусов, каждый какие-то минусы свои найдет. И я думаю, что если вы уж серьезно решили на эмиграцию, вам нужно посмотреть как можно больше людей, которые рассказывают о жизни в США, потому что у каждого человека какая-то своя определенная история, определенный жизненный путь, какие-то разные события происходили. И чем больше вы таких людей будете смотреть, тем больше у вас будет какой-то общей информации о Соединенных Штатах Америки. И также я советую тем, у кого есть такая возможность, переезжайте сюда на разведку. Ну, что... Одно дело, когда вам рассказывают что-то люди, другое дело, когда вы сами это видите. Я, допустим, офис Михаила Партнёвова представлял совсем по-другому. А приехал, и я как-то там, ну, как-то удивился. Но я его совсем другим видел. Но я хотя бы похожий сам. Нет, вы очень... У меня было впечатление, что вы очень маленький человек, низкого роста, в смысле. А тут я смотрю, ну, чуть-чуть даже выше, чем я. Я удивился. Я думал, что вы из Одессы, оказывается, не из Одессы. И знаете, почему я думал, что вы из Одессы? Вот чем я ошибаюсь. Потому что я мало ваших видео смотрел. Ну, конечно. Если я больше ваших видео видел, я бы знал, что вы совсем не Одессит. И как бы этот мужик не уехал-то. Я все надеюсь показать его машину. Ну-ка, подождите. Давайте я покажу его машину, а то будет неприлично. Так, я думаю, наши зрители должны видеть это безобразие. Так. Американское. Да. На котором еще 100% дедушка этого мужика ездил. Я даже не знаю. Сейчас я попытаюсь навести. Что-то не видно. Подвиньте чуть-чуть. Сейчас, сейчас, сейчас. А вот он, вот он, вот он, вот он. Друзья, он еще такого цвета. Это, я не знаю, вам видно, не видно, потрясающе. Гнилая вишня. Да, да, правда? Ой, хорошо. Ну, ладно. Значит, уходим оттуда. Так, вы тогда сядьте, чтобы я мог камеру обратно навести. Так, ну-ка, сейчас мы наведем камеру обратно. Какой-то по карте или еще что-то. Да, великая, великая вещь. И такой мужик самый интересный, правда? Да. Шебушной. В шортиках, да. Ну, чего. Значит, я думаю, мы на вопросы все ответили. Все по-честному. Там, может, кто-то скажет, что мы так обжулили там очередной раз. Но так мы старались по-честному. Я, на самом деле, пару вопросов пропустил, потому что они повторяли либо другие вопросы, либо то, что мы уже ответили. Поэтому... Скажем честно, Михаил мне не давал их прочитать заранее, и мы ничего не фитровали. Я их сам распечатал только вот ну, за 10 минут до того, как, значит, Андрей пришел. Я подумал, а что, если люди спрашивают про это, это же легче, чем самому что-то из пальцев высосывать. Да, ну, скажем честно, что сложилось у меня какое-то определенное мнение и о Калифорнии, и о этой школе, не так о школе, как о Михаиле. Общался я с очень многими выпускниками этого заведения. А где вы их находите? Ну, YouTube, он такой, он сам находит. То есть, не то, что специально ищешь, а не откуда-то приходят. Абсолютно, да. И действительно, разные были мнения конкретно о Михаиле. Я могу сказать, что ничего плохого я лично, несмотря на то, что я здесь у него в офисе, и вроде как бы меня шоколадками хорошими угощают. Покачай шоколадку. Польский шоколад. Где вы польский шоколад здесь взяли? В русском магазине. Понял. Хороший старт. Однозначно хороший старт. Конечно, что после окончания вы сразу миллионных контрактов скорее всего не получите. Но, во всяком случае, у вас это хорошая возможность начать что-то новое. То новое, за что в США платят довольно неплохие деньги. Для людей, которые имеют склонность к этому делу. Да. Конечно, со старта, если вы будете жить в Силиконовой долине, и вам тоже будете зарабатывать 50 тысяч долларов в год, вам это будет. Это так даже представить себе сложно. Это очень мало. Послушайте, дело не в этом. 50 тысяч в год нельзя получать больше, чем 3-4 месяца. Допустим, ты пошел на контракт, тебе дали 25 долларов в час, прошло 3 месяца, идешь искать следующую работу, берешь 32, еще поработал, еще 4-5 месяцев, пошел, получил 40. Ну, нельзя же на 25 долларов жить год. Ну, конечно. несколько месяцев и пошел. О чем я речь, то есть, действительно, однозначно это видео, я здесь приехал, мы отдельно снимали для моего канала, то есть, я сделал рекламное видео для Михаила, и я почему это сделал, потому что, ну, есть, правда, матушка, то есть, есть и негатив, но есть и какие-то свои положительные результаты работы Михаила, и всем не угодишь. И я не видел особо негатива, честно, вот я, тот негатив, который я видел, практически весь написан просто, как бы, оплаченными людьми. Возможно, и такие мне писали. Если оно, нет, вам, может быть, писали и какие-то еще, но то, что я вижу на публике, я не помню ничего, чтобы это не было проплачено. Короче, я со своей стороны подтверждаю, тот, кто мне верит, тот, кто доверяет, кто смотрел мои видео, я думаю, что я, у меня еще не было, ни одного видео проплачено на моем канале. Мне это просто неинтересно. Очень часто поступают такие предложения. То, что я видел, я считаю, отрекламируйте нас там. Я считаю, что если это вам подходит по жизни, вот такая работа, можно, наверное, начать. Я знаю многих, кто прошли эту школу, и я знаю некоторые, кто сейчас проходит онлайн обучение у Михаила, и люди довольны, ну... Хотя я сколько их знаю. И нисколько... И самое сложное, что есть, насколько я понимаю, это найти ту работу, на которую они надеются получить сразу какой-то джоб-оффер, который там покроет все их расходы и так дальше. Ну, сразу чудес не происходит. Надо жить в реальном мире, и надо не фокусироваться на краткосрочной перспективе, вот три месяца, а на какой-то более долгосрочной. Поэтому если человек приехал, у него, знаете, как бывает, он приехал, у него денег вот в обрез, и он говорит, я должен там через 4 месяца работать, или там 5 месяцев, 6 месяцев работать, там, но вот на такую-то сумму, иначе я там не выживаю. Ну, послушай, ну, кто ж так может? Ты, ты, если ты в таких условиях, ты тогда лучше, пойди просто поработай, учись вечером, правда? Никакого стресса нет, учишься вечером, у нас есть вечерний класс тоже, работай на здоровье, учись, потихонечку, без спешки, почти гарантированно проблема будет. Или там приходит, говорит, Михаил, мне надо срочно, быстренько, там, за пару недель выйти на работу. Почему? Я говорю, там нечем рен платить. Я говорю, приехали. Ну, понимаете, не все приезжают сюда, у них есть возможность оплачивать, то есть, у каждого есть подушка какая-то определенная, которую он может здесь прожать. Работай! Вот, вот, и возможно, как раз в тех, у которых нету этой подушки, оптимальный будет вариант получить онлайн-курсы, для того, чтобы втянуться. Это, во-первых, дешевле, я так понимаю. Намного. Во-вторых, втянуться, это все дело, и потом уже, когда у вас будет разрешение на работу, пожалуйста, но в любом случае, человек, который работающий, вот он пошел на интервью, там, скажем, по новой профессии, ну, это работающий человек, он уже в Америке, он выглядит по-другому, он улыбается по-другому, он руку жмет по-другому, он не выглядит, как вот мешком пыльным, шлепнутый, понимаешь, он местный, это совершенно другое состояние человека, нет такой задачи, приехал и сразу там пойти на 100 тысяч, вся жизнь впереди, из-за чего разговор, значит, потихонечку, в реальном мире так, скорее всего, это не будет быстро, прям так, очень быстро, скорее всего, это не будет очень много денег, и так далее, но потихоньку, но не будет сразу, так оно будет чуть попозже. Окей, так что, хорошо, спасибо большое, Михаил, что... Все, значит, у нас тут гость, у нас тут гость, вот, поэтому мы благодарим нашего гостя, за то, что он отвечал на ваши вопросы, и, там, можно сказать, до новых встреч, потому что вы же там, не то что, мы же все на пятачке, никуда не деваемся, вот, так что, виртуальное пространство, оно практически в одной точке, все находится, мы все с вами в этой одной точке, давайте помашем всем, скажем, пока, до скорой встречи, до скорой встречи.